Всем привет, с вами Найт, и я наконец все-таки решился сделать видос про Forza Horizon 5. Видео про четвертый горизонт на моем канале самое популярное. 59 тысяч просмотров на момент написания этого текста. По меркам ютуба число, конечно, далеко не впечатляющее, но для моего канала с количеством подписчиков менее тысячи это вполне себе неплохо. И появление этого ролика было лишь вопросом времени. Только вот в этот раз видео будет не таким комплементарным и радужным, как это вышло с роликом про четверку. Все-таки про недостатки тоже стоит говорить, а то после видоса про четвертый Horizon вы могли подумать, что я лютый фанбой, что разумеется не так. Как и в ролике про Брэкфест, ссылочка на который, кстати, в описании, я разбил свое повествование на два блока. Плюсы и минусы. И по классике, пожалуй, начну с плюсов. Первый плюс — это графика. Во время промо-компании разрабы вовсю хвастались тем, что текстуры в игре были созданы с помощью технологии фотограмметрии, что позволило сделать фотореалистичную картинку. И у них это неплохо вышло. Глядя на некоторые скрины, порой действительно сразу и не скажешь, что это игра. Но справедливости ради хочу отметить, что в предыдущей игре серии графика не сильно-то и хуже, так что пятерка хоть и технологичнее в плане визуала, но значительно далеко от старшей сестры не ушла. Хотя некоторые считают, что в пятерке якобы нет такого же реализма, как в четверке. И что в пятой части машины выглядят игрушечно. Реализм в аркаде. Угу. Понял. Записал. Вызывайте санитаров. Второй плюсик по списку — это автомобили и все, что с ними связано. Модели машин воссозданы изумительно. Они смоделированы настолько детально, что каждую из них хочется рассматривать по несколько минут снаружи и изнутри. Особенно сочно тут воссозданы звуки движков. Я хоть и не знаток в плане авто, но даже я кайфую от этой музыки инженерной мысли. И, кстати, возвращаясь к четверке. Многие говорят, что в Хорайзоне про Англию авто звучат слишком пластмассово. Ну вот в пятерке якобы на голову выше, но я в этом в корне не согласен. Как по мне, и там, и там тачки звучат хорошо и плюс-минус похоже. КОНЕЦ Далее по списку плюсов — это Физон. Как по мне, физика у тачек в пятом горизонте вполне себе неплохая, но прямо-таки кардинальных отличий от предыдущей части я не заметил. Разумеется, отличия есть, но по моим личным ощущениям они не сказать, что очень сильные. На асфальтированном покрытии в Форзах Хорайзон 5 вроде бы машинки меньше сносят на поворотах, но у Фроуди, как мне показалось, тоже немного отличается управление, но опять же, не сильно значительно. Как и в предыдущей части, тут точно так же есть возможность тончайше отрегулировать каждый компонент автомобиля, подстроив под свой стиль вождения. Либо установить уже готовый тюнинг, так любезно сделанный другим, более усидчивым игроком. Следующий плюсик — это такой творческий инструмент, как Event Lab, в котором вы можете создавать свои собственные заезды. Единственное, что вас там ограничивает — ваше воображение, либо факт его отсутствия. Некоторые игроки там создают настолько невероятные треки, что порой задумываешься, а точно ли это создал человек, потому что для создания такого точно нужно обладать нечеловеческим терпением, ну и, разумеется, долей таланта. Некоторые работы отмечают даже сами разработчики и выделяют в отдельную категорию. Я тоже вот попробовал сделать что-то свое, но пока что выходит так себе. Пятое достоинство мексиканского горизонта — это насыщенность контентом. Карта буквально усыпана множеством разнообразных активностей. В принципе, все как и в четверке. Гонки по асфальту и по пересеченке, показательные заезды, дрифт-испытания, поиск раритетов и новый для серии режим — экспедиции, который представляет из себя несколько мелких историй, в которых мы знакомимся с культурой Мексики, параллельно выполняя небольшие задания по типу сфоткать достопримечательность, установить радиопередатчик или найти подходящее место для одного из нескольких форпостов фестиваля Horizon. И играется классно, и познавательно. Одни плюсы. Также к игре по классике выходило два DLC — Hot Wheels и Ролейное приключение. Но за более чем 100 часов в игре в эти дополнения я наиграл совсем мало. Настанет день, и я уделю им побольше времени. Кстати, напишите в комментариях, как вам эти DLC. Еще один весомый плюс для меня — это фоторежим. Как человек, любящий и умеющий работать с кадром, такую штуку, как фоторежим, я люблю и уважаю. Особенно если сделан он хорошо. С предыдущей игры серии он остался почти неизменным, но кое-что новое все же добавили. Возможность менять время суток и погоду. До сих пор не понимаю, почему разрабы в свое время не добавили эту фишку в четверку. Фоторежим тут очень классный, и в нем можно делать невероятно красивые кадры. Седьмой и завершающий пункт в списке плюсов — это музыка. Все как и раньше. Множество радиостанций с кучей музыки на любой вкус. Я, например, люблю кататься под треки радиостанций Хоспитал и Пульс. Пишите в комменты, под что катаетесь вы. А теперь настала пора игру и поругать. Список минусов открывают читеры. Самолично с данными товарищами я сталкивался не так часто, ибо обычно они обитают в вышибале, куда я захожу довольно редко. Но сам факт их наличия в игре, конечно, улыбки не вызывает. Разве что нервный смешок. Я просто зашел в вышибалу позаписывать парочку захватывающих дуэлей для футажей и уже было начал искать дроп, как вдруг меня в гонку вызывает такой же первый уровень, как и я. Только нюанс в том, что на карте рядом со мной никого не было. Я списал это на баг. Форза и вправду порой выдает подобные перформансы. Но помимо карты, непосредственно машину соперника тоже не было видно. Но да ладно, наверное тоже какой-то баг, подумал я, ведь до финиша остается уже меньше километра и победа, считай, у меня уже в кармане. Но заезд резко заканчивается и меня вышибают. Надеюсь, у него потом сгорел компьютер. Следующий очень неприятный минус – платные наборы автомобилей. Я уже купил игру за фулл прайс, плюс еще и самое полное издание, так почему я должен платить еще за что-то? Я бы понял этот ход, если бы игра распространялась как фри-то-плей проект. Но ведь нет. Это платная игра, за которую я, кстати, отдал 4 с чем-то тысячи своих кровно заработанных. В игре и без этих карпаков полным-полно отличных авто. Это правда, да. Но почему я должен платить за контент в игре, которую я уже купил за фулл прайс? Третий, по мнению многих игроков, минус – это отсутствие рангеда. Убрали его из пятой части, обуславливая данный весьма странный мув тем, что это якобы все ради ментального здоровья игроков. Мол, в рангеде 4-го Хорайзена было слишком много токсичных геймеров, и дабы избежать подобной желчи в дальнейшем, рангед систему в пятерку решили и вовсе не добавлять. Лично для меня это прям весомым минусом не является, так как я не особо фанат рангеда в играх в целом. Но для многих других гонщиков это определенно точно недостаток. В пятом горизонте и без рангеда токсиков достаточно. Просто зайдите в триал и наслаждайтесь альтернативно одаренными тиммейтами, которые нет-нет, да найдут повод подрезать тебя лишний раз. Далее по списочку у меня стоит визуальный тюнинг. С предыдущей части ничего особо не поменялось. Визуальная кастомизация все так же, как бы так корректно выразиться, неоднородна. Для каких-то авто различных обвесов имеются штуки три-четыре, а какие-то машины имеют лишь один обвес. Либо их нет вообще. Наверное это связано с тем, что все детали в игре лицензированы и для конкретных авто тупо не существует каких-то элементов кастомизации. Короче, надеюсь в шестой части будет поразнообразнее. И пожалуй самая моя главная придирка, но не конкретно к пятерке, а в целом к серии Horizon. Стагнация. Начиная где-то с тройки разработчики нащупали ту самую формулу успеха, которые придерживаются до сих пор. Это, как говорится, палка о двух концах. С одной стороны палки мы раз в пару-тройку лет получаем гарантированно очень качественный продукт. С другой стороны, никаких сильно заметных метаморфоз серия не претерпевала уже с 2016 года, когда вышла третья номерная часть. Если разработчики и дальше продолжат делать горизонты по такому шаблону, игроки в конце концов от серии устанут. Я не знаю, когда это произойдет, к шестой части или к седьмой, но мне кажется, Forza Horizon ждет примерно то же самое, что было с Forza Motorsport 4, отзывы на которую хоть и были хорошими, но денег она принесла уже существенно меньше, чем ожидалось. Посему создателям пришлось думать, как освежить серию. И именно так зародилась под серия Horizon, которую саму уже не помешало бы немного освежить. Никогда не думал, что скажу такое, но студии Playgrounds Майкрософтами стоит взять пример The Crew Motor Fest и добавить новые виды транспорта. Хотя бы те же мотоциклы, например. Ну и город хотелось бы какой-нибудь большой с высотными зданиями, типа как WinFest или той же самой Horizon 3. Не поймите меня неправильно, Эдинбург и Гуанахуата потрясающе красивые и уютные города, но хочется уже чего-то нового. Forza Horizon 5. Это игра, которую я очень ждал в свое время и которую я люблю. У нее полно тех качеств, благодаря которым она запала в душу мне и миллионам других людей. Ее также есть за что и поругать, ведь нельзя любить что-то, не замечая в этом изъянов. В ином случае это уже получается просто фанатизм. Знаете, следуя за горизонтом, я понял одну вещь. Иногда нужно просто расслабиться и наслаждаться поездкой. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok